Добро Добрый день, Ольга. Кому-то помочь, кому-то, кто слабее, кому-то, кто нуждается в помощи, да, и вот сегодня мы будем говорить о том, как это всё происходит. Итак, тема опроса. Благотворителям. Это ты придумала. Нет, это Владимир Светанин придумал опрос. Володя, видимо, решил, ну, вот некий срез сделать всё-таки и понять, насколько вообще наши люди готовы к такому явлению, как благотворительность. Итак, благотворителям я бываю регулярно, бываю нечасто, был один раз, никогда не был или не была. И на самом деле результаты, конечно, не радуют, потому что самый популярный ответ ВКонтакте на нашей страничке. Бываю нечасто, 42 с небольшим процента, и никогда не был 39,5 процента. На сайте Хакирова результаты опроса примерно такие же, бываю нечасто, говорят 55,5 процентов ответивших, 33, говорят, никогда не были, и бываю регулярно 11 процентов. Я-то считаю, что это хороший на самом деле результат. Сейчас мы у специалиста спросим. Мне кажется, что если больше половины говорят бываю, хоть и нечасто, это уже хорошо. Ну, это вообще отражает общероссийские тенденции. Не так давно я смотрела результаты исследования, которые регулярно проводит один из фондов у нас в стране, и там результаты примерно совпали. То есть общая тенденция к тому, что люди начинают помогать чаще и регулярнее, что очень важно, потому что регулярная поддержка — это основа работы организации, когда она может планировать свою деятельность. То есть для меня это ожидаемые такие вещи. Если бы я знала, что у вас такой опрос, я бы подготовилась с цифрами получше. Но так это вот, да, это так. Мы отстаём по-прежнему от других стран. Где-то на 170-м примерно месте по уровню благотворительности мы находимся в мире. Плюс-минус пара мест. Ну, ситуация такая. Мы пытаемся её как-то менять общими усилиями. И я надеюсь, что ситуация уже меняется и будет меняться к лучшему. Люди поймут, что благотворительность — это нормально, это естественная часть жизни, когда мы помогаем кому-то. В этом нет ничего такого сверхъестественного. И, с другой стороны, это не удел каких-то суперлюдей. Это обычная нормальная ситуация. Это должно стать так, когда люди помогают друг другу. Это нормально. Ну вот, Аня, совершенно верно сказала, что к Новому году и у нас больше, у нас регулярно есть программы о благотворительности, направленные на благотворительность, программы призывающие к тому, чтобы поучаствовать в этом большом движении. Но к Новому году особенно много таких программ в нашем эфире. И это понятно, потому что хочется благодарить друг друга, тех, кто собирается, кто помогает, и даже больше благодарить, чем призывать, и показывать какие-то примеры. Потому что мы с вами ещё на заре нашей деятельности такой благотворительной, когда радиостанция включалась в этот проект, мы говорили очень много здесь в студии, что такое благотворительность. Должна быть она явная или скрытая, потому что тенденция в России была такая, что нельзя говорить об этом ни в коем случае. Это должно быть тихо завуалировано, нигде никак не называться имена. Добро надо делать, а не говорить о нём. Вот это, кстати, такая позиция довольно распространённая. То есть я делаю там добро, и я занимаюсь благотворительностью, а не рассказываю о ней. И вот очень зря, к сожалению, там многие, даже крупные компании эту позицию занимают и придерживаются её. Да, наша позиция другая. Мы считаем, что о добре, конечно, и о благотворительности нужно говорить, и говорить как можно больше, и как можно чаще, и лучше об этом говорить, чем о многих других вещах. И мы сегодня два часа этому посвящаем. Причём у нас эти часы будут связаны одним человеком, Ольгой и Ольгой Шибека, и организацией «Дорогу и добра». Потому что во втором часе к нам придёт Константин Подвальный, управляющий кировским отделением ПАО «Сбербанк». И вот это тот образец той компании, которая не просто говорит об этом, не просто делает и говорит об этом. Там очень интересно, как это влияет на корпоративную культуру людей, которые работают внутри компании. Кроме того, что, наверное, это как-то опосредованно влияет и на людей, которые являются клиентами компании. Потому что нужно понимать, с кем ты, в общем, работаешь и куда ты несёшь в данном случае свои деньги. И я думаю, что и наша радиостанция, она тоже рассчитывает на то, что находит какое-то понимание в сердцах наших слушателей. И благотворительная читка, которая состоялась на прошлой неделе, это показывает. Потому что я же рассказывала, что наши слушатели, Ань, пришли на эти читки. И в частности на ту читку, где я участвовала. Потому что вот увидели, что эхо участвует. Вы собрали, по-моему, тогда за одну читку около 10 тысяч, да? Нет, за эту читку мы собрали меньше. За все пять читок собрали порядка 20 тысяч, и мне показалось, что это очень хорошо и немало. А вот Ольга, когда мы разбирали этот процесс, уже как человек, который работает в этом направлении, она говорит, что вы, конечно, не все ресурсы использовали. Ну и не могли, потому что это очень было всё спонтанно. Но судя по тому, что, как мы посчитали, этот фестиваль читок удался, то, вероятно, нужно работать действительно над его каким-то продвижением, популяризацией. Потому что здесь две цели сразу мы перекрыли. Это и популяризация современной драматургии, и имён наших драматургов, кировских в частности, и благотворительная деятельность. Но давайте непосредственно перейдём к акции, о которой мы хотели бы сегодня рассказать. Несколько акций, на самом деле. Даже несколько? Я думаю, что да. Но можно разделить, хотя они, конечно, связаны между собой. Поэтому мы будем говорить сейчас о деятельности организации «Дорога и добра», о том событии, которые будут происходить не в это воскресенье, а через неделю, в воскресенье 17 декабря. Вы проводите традиционную благотворительную новогоднюю ярмарку. Она будет проходить там же, да, где обычно проходит это... «Джимол», «Джимол», да-да-да-да. Чуть не сказала галерея «Прогресса», потому что они прям вот все в одном здании. Рядом находятся, да. Акция называется «Облаготворительная ярмарка. Счастливый Новый год». Рассказывайте, Оля. Да, на самом деле это традиционно и одно из наших любимых событий в течение года, когда уже под конец все наши ресурсы исчерпаны, и мы устраиваем большой праздник и для себя, и для наших подопечных, и для всех, кто приходит на эту ярмарку. Мы делаем такой большой красивый праздник, куда можно прийти, хорошо провести время вместе с детьми. У нас очень активная программа для детей, мастер-классы, выступления. Там можно будет поиграть на барабане. Это у нас, по-моему, коронный номер, я надеюсь, будет в этот раз. И параллельно сделать что-то хорошее. То есть там будет ярмарка, будут поделки. Поделки самые разные. Это и наши дети будут что-то делать, ведь мы открыли творческие мастерские. И ребята всю осень, начало зимы готовятся тоже к этой ярмарке. Они делают прекрасные вещи из керамики, лепят, свечи делают. Очень душевные сувениры такие получаются. Мамы этих же ребят тоже пока идут занятия. Они сидят вместе. Очень приятно наблюдать за этим процессом, когда они правда вместе все собираются и шьют ёлочные игрушки из фетра. Ещё какие-то вещи делают. Поделки мам и поделки рукодельниц города. Они отдают их нам совершенно бесплатно. То есть это их вклад в нашу ярмарку. И вот всё это добро, всю эту красоту мы будем обменивать на благотворительное пожертвование в поддержку наших подопечных. Хотелось бы поподробнее. Вот вы уже начали говорить о том, что делают ребята. Поскольку я была на открытии вашего замечательного нового дома, то я видела некоторые вещи, которые делаются, и сама там застряла, по-моему, на полчаса у мини-ткацкого станка, выплетая закладочки такие. Это было очень интересно. Меня не могла оторвать. Я оторвалась, Светлана, не могла от этой работы. Потому что надо было идти ещё смотреть, что есть. Да, там взрослые дяди, всё это зависло. Крутили свечки, что-то такое делали. То есть мы здесь себе примерно представляем. Кроме того, ведь открытки ещё, да, вот ребят с рисунками ребят, которые тоже будут доступны на этой ярмарке. Открытки, магниты, календарики. Мы делаем очень много вот этой печатной продукции. Футболки наши тоже там будут. О, футболки появились. Отлично. Они появились после благотворительного показа. Мы там были. Это было такое шоу. Кстати, сейчас нужно будет эту тему продолжить. Где мы выходили, люди известные в этом городе, выходили за руку с ребятами из Дорогой Добра. Прямо на подиум тогда, на гламурном мероприятии. И это было просто фантастически. Это был первый ведь такой опыт. Сейчас прервемся буквально на полминуты и расскажем о следующем опыте и о чём и что ещё можно будет на благотворительной ярмарке посмотреть, приобрести за благотворительные пожертвования. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь студия Анна Лапшина, Светлана Занько и Ольга Шибека, специалист по связям с общественностью, организация родителей детей и инвалидов «Дорогой Добра». Мы говорим о празднике, который уже начался, мне кажется. Уже я вижу везде новогодние украшения возникают. И даже на здании администрации над входом висит большой-большой транспарант, на котором написано «С Новым годом». Лампочки на деревьях, на улице зажигаются. Мы вот сегодня с Зойсей ехали в школу. И я думаю, может, у меня слушатели уже знают, кто такой Зойси. Зойси Занько, да. Ведущие открывашки, да. Обсуждали, как мы оформим окно в виде камина и как мы это сделаем. И вот одной из частей этого праздника может стать для вас, слушателей, посещение благотворительной ярмарки «Счастливый Новый год» 17 декабря с 12 до 6 часов вечера в торговом центре «Джемол» на втором этаже уже третий год подряд. Эта благотворительная ярмарка есть. Три, я бы так разделила. Мне это интересно. Я, видимо, как телеспот, мне интересно, конкретно какие вещи будут, что я там увижу. То есть мы программу постепенно тоже описываем. Понимаем, что будут мастер-классы, барабаны, музыка, там какие-то еще вещи. Тоже будете рассказывать, дополнять, вспоминать, что там будет. Но вот про подарки. И так ребята представят свои поделки. Это будут и свечи, это будут и какие-то тарелочки, керамика, рисунки в виде уже напечатанных открыток, магнитиков. Про футболки мы начали говорить, что эта идея возникла, когда мы выходили на позиум в этих футболках. Потом, кстати говоря, я видела эти футболки на участниках акции, в частности, Андрея Усенко. Да, Юлия Усенко, которая Юлия Афанасьева. Они прямо в рабочем режиме где-то бывали на разных встречах, в этих футболках совершенно неожиданно. Просто они полюбились, и им было приятно окунаться снова в эту атмосферу. Но мне кажется, это еще такая популяризация и вашей деятельности, и благотворительности. На футболках рисунки детей напечатаны в виде принтов. И модельер, который, я не помню, к сожалению, Наталья, не помню фамилию, вспомним и обязательно скажем. Суходоева. Вот, прекрасно. Она их прямо моделировала, эти футболки разные какие-то, модели составляла. Это тоже будет. А что представляют родители? Что родители делают и представляют там у вас на ярмарке? Родители у нас очень талантливые. Я смотрю на них, просто радуюсь, любуюсь. Это тоже какие-то сшитые вещи. Текстиль, сумки, елочки какие-то невероятные. У нас есть, мы используем нашу муфельную печку по полной программе, и по пятницам вечером наши родители приходят на занятия, это такая немножко арт-терапия получается. Они тоже лепят. И у них невероятные вещи рождаются в руках, просто из глины. Вот я так не умею. Подсвечники, елочки. Ну, прекрасные просто вещи. Тоже они очень достойно выглядят. И мы тоже их будем на ярмарке представлять. Ну, и еще вы уже сказали, что наши вятские, кировские мастерицы, они тоже жертвуют свои изделия, уже такие серьезные, профессиональные изделия. Например, как куклы Тильды, которые, мне кажется, теперь уже просто положено в каждом доме иметь. У нас такая кукла есть и не одна. А у меня пока нет. Вот. Одну из них мы шили с Софьей вместе. Прям вот сидели и шили Тильду Зайчика такого. У нас было такое занятие. Это правда такая прекрасная совместная арт-терапия. А дальше... Света, расскажи, пожалуйста, что такое кукла Тильда? Ну, просто вот не все же слушатели знают. Я, наверное, профессионально это не объясню. Да, может быть, Ольга объяснит. Ну, это просто такой стиль. Это такие куколки очень изящные. Ручной работы, да. Да, они такие худенькие обычно бывают, немножко вытянутые, поэтому их легко узнать. Из тканей натуральных обычно они делаются. И рисованное лицо такое. Лицо может быть не очень даже сильно прорисовано, буквально обозначено. Но они всегда одеты очень изящно, прямо как барышни такие там, панталончики, юбочки, пальтишечки, волосы. Я всегда поражилась людям, которые могут шить вот эту вот кукольную одежду. Мне кажется, такое терпение нужно вообще невозможное для меня. А ты знаешь, как интересно, что вот после того, как этот мастер-класс прошел и после того, как популяризация вот кукол этих пошла. И очень много же мастер-классов там на Ютубе есть, еще где-то. Ребенок мой, который не брал вообще иголку в руки, а мама все время занята, ей некогда сидеть, шить. И она не видит этой практики, которая у нас была с тобой в детстве, когда мы сами штопали себе там носки, да, капроновые колготки. А потом, когда выросли, капроновые штопали и заклеивали лаком там, да, еще что-то делали. А она взяла сама в руки иголку и стала шить куклы, понимаешь? Вот где-то научилась, как волосы, значит, нужно пришивать, где-то научилась, как, как она говорит, рисовка лица, значит, какая-то. Потом с бабушкой они шили какое-то платье. После того, как были вот приобретены какие-то куклы, она на них смотрела и подумала, что, ну, я же тоже там, вот могу подружку ей шить, могу, значит, питомца какого-то шить. А здесь у нас на ярмарке будут куклы Тильды, которые шиты профессиональными руками. Они уже очень там высокого качества, очень симпатичные. И они прям такие домашние, вот они веют уютом абсолютно. Очень милые, да, душевные прямо такие. Они тоже там будут. И, насколько я знаю, каждая рукодельница вкладывает в куклу маленькое сердечко, как частичку души. Да, совершенно верно. И здесь очень важно рассказать, каким образом это все происходит, потому что это не продажа с прилавка. Да, мы не можем продавать, потому что тогда нам придется платить. Но это неправильно. Но вы не коммерческая организация. Да, не коммерческая организация. В общем-то, все понятно, конечно. Да, поэтому мы обмениваем эти поделки на благотворительное пожертвование. Мы не берем деньги в руки. У нас стоит ящичек прозрачный для сбора пожертвований, опечатанный, все как положено, все правильно сделано, который мы потом в комиссии скрываем, пересчитываем, кладем деньги на счет, все как надо. Все учтено. И мы не называем точную цену куклы, потому что пожертвование делает добровольное. А вот эта большая, кстати говоря, мне кажется, будет проблема. И вот для меня, например, как для человека, которому стыдно за хорошую работу мастера заплатить мало, это была бы большая проблема. Когда бы я пришла и просто не знала, сколько я могу положить. Чтобы люди ориентировались, да, мы говорим рекомендуемую сумму пожертвований, но она не четкая. Столько и все. То есть можно и побольше, но если что, можно и поменьше. Там ведь надо продолжить просто этот разговор, потому что это очень важно. Мы на это тоже всегда делаем акцент в наших программах, как собираются деньги реальными благотворительными фондами на реальных мероприятиях. Помните, мы летом об этом говорили четко, что сбор на неорганизованных площадках денег, аудо, то есть где-то там на улицах и где угодно, это очень опасно. Есть возможность попасть в руки мошенников, отдать свои деньги не туда. Так вот, есть ящик, о котором вот Оля говорила, он опечатанный. Он потом вскрывается в присутствии комиссии, подсчитываются деньги, составляется акт. И в течение, по-моему, вы говорили суток, это выкладывается вся отчетность на сайте «Дорога и добра», да, «Рорди дорога и добра», так вот он и называется, «рорди.ру». И дальше здесь же, на этом же сайте, у этого же фонда есть вся отчетность, куда уходят деньги, на что конкретно. То есть это очень серьезная кропотливая работа, но это очень важно для того, чтобы понять, что мы помогаем действительно вот детям, например. Действительно детям. Давайте вернемся к программе. Кроме того, что там будет бить барабаны, и там будет у вас ведущий, наверное, уже знаете, кто будет ведущий в этот раз? Прошу прощения. У нас там будет два ведущих. Это будет наш постоянный ведущий Рома Веселков. Он третий раз будет вести. Света только что узнала, что Роман визжает. Это интересно. Да, он очень здорово ведет, очень энергично, и у него нет вот этого, а давайте поможем больным детям. Мы тоже стараемся от этого отойти. Я, в общем, удивилась просто, он же в Москве уже живет и не часто. Да, но он обещал приехать сюда. Ну, я надеюсь, что не только ради нашего мероприятия, но заодно. И Юлию Андрееву мы пригласили. Нам кажется, что это будет хорошая пара ведущих. И они всегда задорно очень ведут это мероприятие. На позитиве. То есть мы говорим о том, что благотворительность это не грустно и печально, и жалостливо, а это должно приносить удовольствие и тем, кто помогает, и тем, кто получает помощь. Праздник, особенно под Новый год, конечно. Это праздник. И это будет, напоминаю, 17 декабря с 12 до 18. 6 часов в торговом центре «Джим Молл». На втором этаже прямо вот там вот в фойе, значит, вот в проходной части в такой. Два человека будут развлекать. Что еще будет? Кто-то будет петь, танцевать. Да, и петь, и танцевать. Сейчас я постараюсь вспомнить программу «Всю». Мы пригласили замечательный коллектив вокальный «Ха-студия». Они будут... «Ха-студия». Да, «Ха-студия». Такое название. Они будут петь. Будет танцевальный коллектив «Лотос». Ребята тоже всегда активно откликаются на наше приглашение. Они участвуют в наших мероприятиях благотворительных, всегда с большим удовольствием, очень здорово танцуют. Они все как волонтеры участвуют. Да, безусловно. У нас все на благотворительных началах, все мероприятия. Потом будет студия брейк-данса, брейк-ленд. Тоже очень крутые ребята. Их выступления всегда собирают там всю публику просто. Вся публика туда перекочевывает, которая есть. Ну, очень-очень круто. Мы надеемся пригласить ребят, которые танцуют на пилоне. В прошлый раз они выступали. Потрясающе просто какое-то действие, очень красивое. Пилон — это шесть. Да. Это шесть. Ничего там не говорят вам, что пилон на детской букве? Нет, там все очень просто, ну, правда, очень выглядит очень хорошо. Это спортивный танец, который входит сейчас вообще уже, по-моему, даже в списки какого-то спорта. Пилон — это, да, это спортивная совершенно вещь. То есть там реально нужны очень большие усилия и очень хорошая тренировка на самом деле. Да, 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 чтобы на этом удержаться. И мы пригласили хедлайнера. У нас будет в этом году хедлайнер. Кто же у нас хедлайнер? Это квартет Эбби Кей. Недавно они в Гауди презентовали свое открытие как коллектива, и они согласились принять участие на нашей ярмарке, в нашей программе. Это будет очень здорово. Это четыре девушки, которые поют в стиле, даже не знаю, как это сказать, то есть они поют старую советскую эстраду и зарубежную эстраду примерно 60-70-х годов в своей обработке. Как прекрасно. Это фу-поп-арт музыкальный. Да, 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 это правда очень здорово. Вот, мы их ждем с большим нетерпением. Ну, вот смотрите, я человек, который не очень хорошо себя представляет второй этаж джимола, да, давайте сделаем так. Сейчас у нас будет перерыв, мы подумаем, надо объяснить людям, вот они пришли. Если они пришли и забежали туда не на полчаса, а собираются быть долго на этом мероприятии, да, будет ли у них возможность где-то присесть, отдохнуть, еще что-то. Сейчас реклама, вернемся через две минуты. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас сегодня два часа доброго эфира, и в первом часе мы вам рассказываем, как можно душевно провести 17 декабря. Мало того, я бы сказала, мы вам рассказываем о том, где можно найти хорошие, с душой сделанные подарки новогодние, если вы их еще не купили. Ну, потому что, вот честно сказать, да, мы все, понятно же, все же покупаем какие-то сувениры, да, близким людям, иногда партнерам по работе, еще что-то. И вот от того, что есть свечки в магазинах и прочее, некоторые уже устали. Вот это вот стандартные, да, какие-то вещи. А здесь реально есть возможность нестандартные вещи найти. Вот, это не реклама сейчас. Это не реклама ни в коем случае. Я просто как бы свое мнение высказываю. Ну, ты же собираешься, наверное. Я собираюсь. То есть что-то у тебя еще нет. Вот, мы, смотрите, у нас растет количество людей, которые в голосовании говорят, что благотворителями бывают нечасто. 60% ответивших говорят, но бывают, понимаете. Никогда не были 30 и 10 бывают регулярно. Так, я начинаю вспоминать просто, ну, там, в силу уже даже нашей деятельности, мы регулярно все вот здесь работающие, да, бываем благотворителями. Так или иначе, если не средствами, то эфирами, своим участием и прочим. А вообще, конечно, это очень хорошая традиция. Вот у нас есть, снова возвращаясь, Зуси, там, традиция такая. Мы покупаем после Нового года на елочных распродажах новые стеклянные игрушки на следующий год, потому что что-то бьется в течение Нового года. Елочные распродажи? Конечно. Это что-то такое новое для меня? Как это? После Нового года елочные игрушки, вот эти все новогодние там штуки, они распродаются за 50-70% дисконта. Ничего себе. И это особенно приятно покупать стеклянные дорогие игрушки с таким дисконтом. А, я поняла, у вас же босси, поэтому у вас что-то бьется. У нас кошка, конечно. И натуральная елка каждый год. И поэтому обязательно что-то разбивается, и мы пополняем запас. И каждый год теперь получается, что мы обязательно с дочкой бываем на какой-то благотворительной акции. Особенно нравятся ярмарки и базары с детьми, конечно, великолепно, потому что всегда можно прийти, покопаться и выбрать какую-то душевную штуку, которая вот в доме, она будет к месту. Потому что там какие-то искусственные вещи, просто понравившиеся где-то в ларьке, там мимоходом купленные, соблазненные, они обычно выбрасываются, так знаешь, валяются в рюкзаке долго в школьном, потом где-то она там теряется, выбрасывается, только поднимаешь, говоришь, что это у тебя так, что. А здесь нет, здесь ты ходишь, выбираешь, спрашиваешь, а кто это сделал, а что это такое. И это занимает довольно длительное время, особенно когда это сопровождается еще интересными номерами, возможностью принять участие в мастер-классах. Это то, о чем мы с Олей говорили до перерыва, ярмарка, вот 6 часов, тяжело находиться постоянно, но должна быть возможность присесть, отдохнуть, еще что-то. Как это все будет организовано? Ну, вот где у нас зона мастер-классов, там же будут столы и стулья, посидеть можно там. Мы планируем договориться с одним из наших партнеров о небольших каких-то там кексиках, не знаю, чтобы был перекус, чтобы была возможность перекусить сок, там что-то еще мы такое тоже постараемся принести, потому что мы увидели по опыту, правда, люди там бывают долго, особенно если там на паре мастер-классов, еще концерт послушать. Да, то есть мы думаем об этом, и я думаю, что у нас все получится, все будет. То есть, безусловно, такая возможность будет, и будет у нас фотозона, не знаю, еще пока с лавочкой или без лавочки. Но новогодняя фотозона будет, да? Там новогодний будет какой-то, нет? Мы постараемся. Чтобы элемент какой-то был нового года. Да, мы постараемся это организовать, но во всяком случае, все равно в Джимуле есть вот эти вот лавочки, все места, где можно присесть и отдохнуть, безусловно. Ну, в Джимуле на четвертом этаже фудкорты гигантские просто, да, и всякие там разные штуки. Отрываться же не хочется от мастер-классов и от концерта, ты понимаешь, то есть не хотелось бы уходить, жалко же. А там, мне кажется, как раз наоборот, вся фишка состоит в том, что ты, выбравшись в воскресный день в какой-то... Почему вы выбрали торговый центр? Потому что выбираются обычно семьями, и начинается расползание по разным магазинам, точка сборки где-то какая-то есть, мама, значит, туда платье пошла, папа в спортивный магазин пошел, дети хотят вот мастер-класс, например, там, да, или в детский мир забуриться. Так или иначе, это не реклама Джамол, еще раз, это просто все виновата ради дороги добра, которая с 17-го числа, с 12-го до 18-го проводит там благотворительную ярмарку «Счастливый Новый год». И вот так ведь, наверное, и случается, Оль, да? Да. Люди приходят, уходят, возвращаются, снова мимо прошли как-то, да? Да, на самом деле так, и бывает, что родители говорят, вот тут у нас ребята что-то рисуют, мы тут сбегаем до магазина пока быстренько, и нет проблем, потому что... И пропали. Нет, так не бывает, потому что у нас есть волонтеры, которые помогают и приглядывают, то есть абсолютно жизненная ситуация, все в порядке, мы к этому готовы. Но надо только обязательно родителям сказать, что это не та система, как вот это бывает в больших торговых центрах, когда под паспорт, значит, под роспись сдают специально, за деньги сдают специальные такие загончики, как это в Меге, да, бывает? Аниматором. Аниматором. И там расписываешься, значит, и так же тебе выдают по квитанции. Здесь нет все-таки... Ребенка выдают, давай, уточню. Ребенка выдают по квитанции, да, и иногда только его обувь. Ну вот, а здесь не так, все-таки ответственность лежит на вас, родители, на вас. Несмотря на то, что есть добрые волонтеры, вы отвечаете за своих детей, и если у вас ребенок достаточно взрослый, вы рассчитываете на то, что он сможет правильно реагировать, и вы уверены, что он останется на месте и никуда не уйдет, только тогда. Вот только тогда это нужно делать. Так, я бы еще предложила все-таки напомнить, мы немножечко так отойдем от ярмарки, о тех средствах, которые собирает Дорога и Добра. Зачем эти средства собираются? Потому что это важно сейчас. Вы, я просто вот сегодня прямо у Зинаиды Зверевой, коллеги Ольги, видела пост. У Зинаиды сегодня день рождения, по-моему, да? Зина, с днем рождения! Вот, мы поздравляем, конечно, очень. Вот, и вы доделали ремонт в средней части того здания, того помещения, которое вам передали. И я так понимаю, что на это ушло много денег, и надо продолжать, и надо еще закупать оборудование, которое поможет детям, занимающимся в вашей организации, да, быть более успешными, приобретать новые навыки и прочее, прочее, прочее. На это, конечно, нужны средства. Мы об этом говорим каждый четверг в нашей программе «День добрых дел» всегда. И надо просто сказать, что этот дом добрый находится на улице Розы Люксембург, да, на пересечении практически из Карла Маркса. Это старинное, не старинное, но это достаточно старое здание, старенькое, зато большими окнами, большими высокими потолками, где сейчас уже есть что? Вот с этого начнем. Сейчас в этом центре есть правое крыло, где находятся творческие мастерские для ребят школьного возраста, где мы готовим их к взрослой жизни. Они там получают какие-то начальные социально-бытовые, профессиональные навыки, учатся общаться, в каких-то жизненных ситуациях находить себя, чтобы они были готовы стать максимально самостоятельными, насколько для каждого из них это возможно, когда вырастут. В средней части у нас большой зал будет, где будут проходить какие-то семинары, встречи. Будут еще не готовы. Он отремонтирован, теперь надо туда стулья просто завести и поставить. Скоро они уже у нас будут. Это там, где камин стоит? Нет, нет. Где камин стоит, там, где мы были, это правая зона. Это правая зона, да, правое крыло. А вот у нас сейчас есть большой холл, где ребята на переменах будут играть, и где какие-то такие встречи можно проводить большие. И там есть три зала, музыкальный, физкультурный и учебный класс. Там будут заниматься ребята групп подготовки к школе. Мы их тоже, они сейчас пока в мастерских временно занимались, сейчас они будут здесь. И ребята из групп адаптации к детскому садику. Это от трех до пяти лет. Совсем малышики, да? Это еще не совсем малышики. Но мы их тоже надеемся перевести в центральную часть. И у нас остается левое крыло, где как раз будут совсем малыши. Это служба ранней помощи, ребята от рождения до трех лет там будут заниматься. Там очень маленькие такие уютные комнатки. Ну, им там будет хорошо, только осталось это доремонтировать. Левое крыло сейчас идет ремонтом? Нет, еще не начинали. Давайте мы подробности эти еще на следующее сейчас вынесем, когда придет Константин подвальный. Поскольку непосредственное участие в этом принимал Сбербанк, кроме большого количества еще, о которых мы должны будем сказать. Да, мы должны будем всех благодарить, конечно. Прямо сейчас людей. Но вот как бы о самом помещении, что происходило за этот год, в начале следующего часа поговорим. Хорошо, к ярмарке возвращаемся. Да, и возвращаемся к твоему вопросу. Все-таки вот деньги, которые сейчас собираются разными способами, и благодаря многим очень СМИ, кто участвует в этом процессе, помогает вам. Благодаря очень многим благотворителям, благотворителям, бизнесу. Благотворителям, бизнесу. Благотворителям, да, нашим слушателям замечательным. Спасибо им большое. Куда сейчас они идут? Я всегда стараюсь формулировать, чтобы было понятно. Вот они идут в помощь детям с особенностями развития. Казалось бы, ну что такое? Но на самом деле это очень важно, потому что, когда семья с особым ребенком остается одна, это очень тяжелая ситуация, когда мама не знает, кто ей поможет, какое будущее ждет ее ребенка. И совсем другая ситуация, когда есть наш центр. Это просто огромный ресурс для таких семей. Они всегда знают, что им помогут, их поддержат, займутся ребенком, помогут маме, психолог, еще кто-то. И выведут вот в эту жизнь. То есть мы выстраиваем маршрут для семей, в которых воспитываются особые дети. От рождения и столько времени, сколько эта помощь бывает необходима. Иногда даже и раньше, чем от рождения. Да, иногда раньше. То есть когда мама узнает еще в процессе беременности о том, что могут быть проблемы потом со здоровьем у малыша, да? Да, то есть это шанс на полноценную, на качественную жизнь, на такую, какую ведем вот мы с вами. Нам сложно представить, как живет семья, если у нас нет такой ситуации. Это просто ресурс для всего общества, потому что в такой ситуации может оказаться каждый. И мы собираем деньги на то, чтобы вот эти люди, они не чувствовали себя выброшенными за какую-то сторону жизни. Оля, конкретик вам нужна. А сейчас я скажу конкретно. Давай сначала, знаешь, с чего мы начнем? С ребят, с диагнозов. Вот каким ребятам сейчас помогают в центре? Самые разные диагнозы мы не делим. Это дети с синдромом Дауна и другими генетическими нарушениями, с аутизмом, с ДЦП, органическими поражениями, с задержкой развития неясного происхождения. То есть это дети с интеллектуальными и поведенческими нарушениями, как это бывает при аутизме. И с самого разного возраста от рождения. И вот самому старшему нашему подопечному сейчас 16. 16 лет, и ребята растут, и мы растем вместе с ними. Вводим новые программы, новые виды помощи. И собираем мы деньги на ремонт, это само собой, и на функционирование центра. То есть это зарплата педагогов, которые работают с ребятами. Это какие-то текущие расходы, закупка инвентаря, оборудования, развивающих материалов. Обучение специалистов, это очень важно, чтобы они владели самыми современными методиками. Чтобы была возможность ездить учиться у специалистов. Потому что в Кирове, к сожалению, большому не всегда бывает возможность только по книжкам. И мы начинаем уже передавать наш опыт другим организациям. Мы стали ресурсной площадкой федерального уровня. К нам приезжают специалисты из других организаций, других регионов. Мы проводим семинары, чтобы наши дети могли получить помощь рядом с домом, там, где она им необходима. У нас есть одна минутка на этом. Мы только заикались о том, что вы будете ресурсной площадкой. Из каких регионов сейчас к вам уже начинают приезжать? Мы стали ресурсной площадкой благодаря гранту от фонда Елены и Геннадия Тимченко. И сейчас идет процесс, когда организации других регионов подают заявки на стажировку у нас. Сейчас только начинается. Да, да, да. То есть сейчас идет отбор этих организаций. Мы пока еще не знаем, кто к нам приедет. То есть это процесс. Они будут, скорее всего, по локации выбирать. То есть это прилегающие к нам, да, наверное, какие-то области? Скорее всего, да. Ну, те, кто может к нам доехать, может быть, не совсем прилегающие, просто вот транссип идет через Киру, да. Из Новосибирска к нам удобно ехать, а из Самары вот уже не очень. Хотя Новосибирск, я надеюсь, что там есть ресурсный центр. А Самара это вот привозный округ, но добираться на перекладных по-разному бывает. Ну что, вот первый час, первый добрый час на сегодня заканчивается. Мы с Ольгой Шебекой не прощаемся, она плавно перетечет вместе с нами во второй час. Напоминаем, что 17 декабря с 12 до 18 в торговом центре «Джеммол» на втором этаже будет благотворительная ярмарка «Счастливый Новый год». Всех ждем на этот праздник.